Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Итак, идем дальше. Мы переходим к той области, где мы высвобождаем энергию Божью. И мы уже читали это местописание, что из чрева вашего потекут реки живой воды. И обратимся к местописанию в Исаии. Итак, прочитаем Исаию 37 главу 3 стих. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления, день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерей, а силы нет родить. В Новом Завете Иисус это сказал таким образом. Нивы побелели, но нет жнецов. Нам необходимы жнецы. Пробирание сквозь сложности. Вот это состояние Это буквально имеет, означает тяжелый труд. Когда женщина, например, в родах рожает ребенка. Ей надо очень сильно тужиться и очень сильную работу пройти, чтобы дать жизнь ребенку. И в сверхъестественном, в духовном рождении Есть препятствия, есть то, что тебе надо пробороть сквозь, пройти сквозь. Это как женщина, которая кричит в родах. То есть тебе надо прорваться сквозь вот такой крик. Когда ты приходишь в такие обстоятельства, где у тебя даже уже просто нет слов. Но есть вопль просто, есть крик внутри тебя. И тебе, ты просто не можешь найти даже слова. И духовно это когда мы попадаем в место, которое уже превыше наших способностей. Или выше нашего понимания. Есть времена, когда Дух Святой, Он в нас. Когда Он молится через нас. Тогда это переходит на новый уровень. Где есть рождение и есть сила Божья, энергия Божья. И помним, да, о том, что Дух Святой — это источник силы. И Он генерирует волю Божью. Он приводит ее в действие. Он тот, кто вдыхает Божью жизнь в обстоятельства и ситуации. Год назад я говорил в аудитории, где было много докторов. И я готовился очень много дней перед этим выступлением. И меня сделали там главным спикером. И были сотни людей. Это доктора духовные, теологические профессора и доктора. И они все смотрели за мной, наблюдали за каждым моим словом. Ну, ну, послушаем, как это у тебя работает. И поверьте мне, я готовился, очень сильно и скрупулезно готовился. Но Бог дал мне слово. Дал мне место Писания. И когда я вышел на сцену, и они включили все прожектора на тебя, и я стою вот там на сцене, и я смотрю в свои записи, и ничего не вижу. Они здесь, они записаны. И я смотрю, и выглядит так, как будто я слепой. И ничего не могу увидеть. И я говорю, Боже, что происходит? И все, что я знаю, мне надо начать двигаться в Духе Святом. И высвободить здесь Дух Святой. И я спустился со сцены и встал перед сцены. И я сказал им, знаете, Господь хочет вдохнуть в нас свое дыхание, свое дыхание. И Дух Святой тот, кто делает это. И он хочет это совершить сегодня вечером. И много таких докторов теологии и профессоров сидело на первых рядах. И один из них отвечал за этот вечер, он руководил. Он повернулся к пастырю и сказал, ты хочешь, чтобы я его сейчас остановил? А пастырь говорит, нет, хочу посмотреть на это. И вот состояние, когда все на тебя смотрят. И я задал вопрос, есть ли кто-нибудь здесь в комнате, у кого есть проблема, которую никак невозможно решить. И вышел вперед десятилетний мальчик. И он сказал, нет, здесь. Я не слышу. Не могу слышать. И я сказал, хорошо. И я выдохнул и сказал, Дух Святой, Он вдыхает сейчас в твое ухо. Это все, что я сказал. И Дух Святой вдохнул, Бог вдохнул на него. И я спросил, ты слышишь? И он сказал, я могу слышать. И все люди вышли вперед. И вся часть перед сценой была заполнена. Пастыря. Много пастырей. И Бог начал исцелять через дуновение просто, через каждый выдох. И в конце аудитории сидел баптистский пастырь. И он сидел так и задавался вопросом, это реально или нет? Его жена дома, она не могла ходить много месяцев. Он сказал, Господь, если все это реальность, тогда исцели сейчас мою жену дома. И он вышел ко мне, он плакал, он показал свой телефон. Ему прислала сообщение супруга, которая сказала, что она бегает вокруг дома. И он сказал, я верю, теперь я верю. вы должны быть готовы сделать шаг наружу, выйти. Потому что вы служите живущему Богу, живому. Я служу Господу, Богу Авраама, Исаака и Якова. Я служу единственному, истинному Богу, Отцу нашего Господа Иисуса Христа. И я верю Ему и доверяю Ему. И иногда это заставляет выглядеть вас очень плохо, глупо. Когда все просто смотрят на вас, а вам плохо. но вы доверяете Ему. Он докажет, что вы Его слуга. Послушайте, мы с вами слуги. Мы цари, которые служат. Иисус показал нам, что Он был царь, и потом Он остановился. И, помните, Он сказал, снимите обувь свою. И Он омыл каждому ноги. И Он омыл следующему ноги. И Он сказал, также я священник, чтобы служить. Поэтому мы царственное священство. Мы служим, но у нас есть сила. У нас есть помазание. Но мы слуги. Мы служим Богу. Мы воздаем врагу то, что он заслужил. Потому что он был побежден. И это вот то, чем мы занимаемся как ходатай. Когда все сотворилось, когда мир был сотворен, Дух Святой пришел, и написано, что Он носился над водой, и что земля была сформирована. И Он покрывал это все, и оно было сформировано. Подумайте А теперь представьте Марию, которой пришел, ангел сказал, ты родишь Иисуса, но ты не познаешь еще своего мужа. А внутри тебя будет Иисус. И Дух Святой посетил ее. И Он покрыл ее. И написано, когда Он покроет тебя, Иисус будет сформирован внутри, зачат. Когда вы отдаете свою жизнь Иисусу, Дух Святой приходит в вас, и Он формирует образ Иисуса внутри вас. И Иисус возрастал в утробе Марии, и Дух Святой закладывает семена Иисуса внутри каждого из вас, Иисус и Иисус должен возрастать внутри. И мы должны Его как бы родить в каждую ситуацию, принести Его в каждую ситуацию, явить Его, чтобы из вас потекли реки живой воды, как исходат сходат и если вы верите, и если вы будете верны в малых вещах и исполнять это, тогда Он даст вам больше и доверит вам больше. И Он будет распространять ваши шатры больше, больше и больше. Он открывает двери, те, которые ни один человек не может открыть. И Он закрывает двери, и ни один человек не сможет их отворить. Аминь. это Его часть. Наша часть иметь Его, расти в Нем. Апостол Павел говорит, что я желаю, чтобы Христос умножался в вас, чтобы Он возрастал в вас. И помните, у Иисуса был друг именем Лазарь. И пришли посланники и сказали, слушай, твой друг умер. И написано, что Иисус Он плакал. И Он скорбел внутри, Он скорбел внутри. И когда Он делал это, Господь слышал Его. Дух Святой слышал Его. Что Лазарь это же не проблема. Когда Иисус скорбел, Лазарь был освобожден. поэтому, когда Он пришел в это место, Вы не можете найти ни одного места Писания, где написано, что Иисус молился. Написано, что Он просто скорбел, Он оплакивал. Он плакал перед Богом. И Он сказал, Господь, я знаю, что Ты уже услышал меня. Но я проговорю это вслух для них. Лазарь, выходи. Аллилуйя. Он есть воскресение в жизни. Иисус есть воскресение и жизнь. и Он сегодня тот же, каким был вчера. Но сегодня Он живет внутри вас. Воскресение и жизнь внутри вас. Сказать кому-то, живи, выходи, выходи, будь спасен, будь исцелен, будь освобожден. Будь высвобожден из оков. Аллилуйя. Нам надо работу совершать, нашу. Аминь. Много работы. Так много, что предстоит нам делать. Мы в святом месте сейчас. Это как святое 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 место. То, о чем мы говорим, это очень свято. Это то место, где вы наполняетесь славой, наполняетесь его присутствием. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. С Духом Святым нет никаких люмитов. Но он нуждается в том, чтобы его высвободили. Через ходатайство. Через молитву. Через верующих. Это по-другому не может произойти. это не просто случайно происходит. Это происходит через молитву, через веру. Он начал это, когда был в Гефсиманском саду. Мне нравится стоять под одним деревом в Гефсиманском саду, когда я приезжаю в Израиль. Говорят, что этому дереву более чем 2500 лет. И я находился там, стоял рядом и думал, что он проходил мимо и где-то он преклонил колени. И все ходатайство было возложено на него. И он в этом давлении предстоял перед Богом. И через плод его кровь выходила. И Писание говорит, нам вот что. Он плакал. И он говорит, очень страдает душа моя даже до смерти. Это то место, где все это началось, его ходатайство. это место рождения. Поэтому для нас ходатайство должно быть очень важным. Вы должны найти свое место, свою комнату, свое место, где вы молитесь. вы должны закрыть дверь. И вы должны научиться вкусить это. Потому что в этом есть страдание. Это ну я прекрасно себя чувствую, я в порядке. Но там есть, например, человек, который связан дьяволом, и он нуждается, чтобы быть освобожденным. я освобожден уже. Кто-то молился за меня. Много за меня молились людей. Многие прорывались за меня. И они высвободили Бога в этот наркоманский притон, где я был. Одна пожилая женщина говорила, что она даже лежала на моей кровати в этом наркоманском притоне в течение дня, когда я уходил. И каждый вторник она ложилась на мое место, на мою кровать. Она постилась и молилась. И она брала елей и помазывала мою кровать. И она говорила, Господь, дай мне этого человека. Спаси его. Спаси его. она мне рассказывала это потом. Она лежала на моей кровати. И как у наркомана мой мозг, я потерял свой мозг, я не не был смышленым. И в пивной я говорил о том, что я уйду к Богу. И они говорили, да, наркотики вообще повредили твой мозг. В воскресенье пивная, он на Боге говорит, просто сумасшествие. А Бог спасал меня. потому что одна старушка лежала в моей кровати. И она прорывалась. И он не просто спас меня, он посылает меня по всему миру. Когда я вышел из этого наркоманского притона, я вышел в Божий дом. И я из наркоманского дома вышел в Божий дом. И это изменило все. И я путешествую по тем странам, куда он только не призывает меня. Моя супруга, я после уже ее встретил, я был спасен, когда я отдал свою жизнь Иисусу, когда я посвятил Ему и сказал, что я пойду, куда бы ты меня не послал. И она, когда расписывалась со мной, знала, что если меня Иисус позовет куда-то поехать, то я поеду. Если ты готов расписаться и жить со мной, расписывайся и живи, но ты должна знать, что куда бы меня Иисус не позвал, я пойду. Куда бы ты не пошла, что бы не происходило, это неважно, я пойду, я готов ехать. 31 год мы живем уже вместе, и она иногда ездит со мной, иногда нет, но неважно, когда меня Иисус зовет, я еду. есть определенные места, определенные обстоятельства, когда тебя Бог зовет где-то быть, находиться и что-то делать. И я не хочу добираться, так как добирался Иона. потому что если ты не пойдешь сам, Он поможет тебе. И его выбор направления нас не всегда самый лучший для нас. может быть тебе надо быть в одном месте и попасть в другое, так это будет путь через рыбу, так что. И позвольте мне сказать кое-что об оплакивании и страдании. Смотрите, это не всегда надо делать на публику. И Иисус это сделал, у Него была цель для этого. Но если это в тайной комнате, то оно должно происходить. И только если вы хотите кого-то воскресить из мертвых, и вы хотите оплакать и страдать сначала, то можно сделать на публику. Но это не для того, чтобы впечатлить людей, это не для шоу. Мы хотим, чтобы они увидели Бога. Мы хотим, чтобы они наполнились Его присутствием. Мы хотим, чтобы они получили свободу. Аминь? Сила, которая была создана Вселенная, она вложена в каждого из вас. И есть миллионы людей, которые все еще ждут, чтобы быть рожденными в Царство. Поэтому нам надо пробудиться, восстать, взять нашу позицию, встать на нашу позицию и продвигаться вперед. Это продвижение, это как не марафон, а забег. Простите, пожалуйста, это дождь будет скоро. Бог сказал Илье, дождь будет скоро. И Он говорит нам, я хочу спасать людей. И мы должны взывать об этом. И родить это. Сделать прорыв, прорваться в это. Когда вы делаете это, множество вещей может произойти в вашей жизни. Много благословения, обеспечения Божьего. Все, что вам нужно, будет вам дано. Аминь. даже более. Даже более. Написано, что когда вы ищете все добавится, все приложится вам. я я не молился о том большом доме, который я имею. Я жил через дорогу от большого дома. А моя жена ходила и говорила, ой, как я хочу вот этот большой дом. Я сказал, нет, я не уверен. Она говорит, нет, мы должны его иметь. ты вообще посмотри, как огромен этот дом. И пожилая женщина, хозяйка этого дома пришла к нам из этого дома. И у нее пирог в руках был. И я посмотрел на нее. И я сказал, ты из методистов, дамочка? И она сказала, откуда ты знаешь? Я сказал, потому что ты выглядишь точно как моя мама, а она из методистов. У тебя даже локоны завиты, так же, как у нее. Она говорит, да, я из методистов, но вышла замуж за баптиста. Она говорит, я наблюдаю за твоим домом. В твой дом постоянно молодые люди входят и выходят, приходят и уходят. Но твой дом очень маленький. Она говорит, я уже помолилась. И Бог сказал мне, что я продам свой огромный дом очень дешево тебе. И когда я закончу со всем, я дам тебе знать. И она ушла к себе домой. Через два года, она постучала ко мне в дверь. И она сказала, я готова. Это теперь твой дом. Очень дешево. Так дешево, что ее дети были очень расстроены. А моя жена очень счастлива. Потому что у нее теперь дом. Бог дает это обеспечение. Когда вы делаете его работу, он даст вам желания вашего сердца. Аминь. Кое-кто раньше спросил по поводу связывания и развязывания, то, что мы часто говорим об этом. вопрос связывания и развязывания. И мы когда Иисус когда Петр отрекся от Иисуса трижды. Помните, Иисус несколько раз его спрашивал, за кого принимают меня. Некоторые говорили Илья, некоторые говорили Пророк. И он к ученикам обратился и говорит, как вы думаете, кто я есть? И Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус тогда сказал, что на вот этом откровении я построю свою церковь. И врата ада не одолеют ее. И я даю тебе ключи царства. Поэтому что бы ты высвободил, оно уже свободно на небесах. все, все, что ты свяжешь или сломаешь, будет связано одержимый человек, например, вот представьте. и они должны быть свободны. И мы собираемся помолиться, ходатайствовать за него. Мы будем связывать работу сатаны и сминать его контракт, дьявольский контракт в жизни этого человека. дьявол может сказать, у меня контракт, у меня бумажка на жизнь этого человека. А мы говорим, мы разрываем твой контракт, он нехороший. Мы связываем, мы разрушаем, мы рвем на кусочки. У тебя нет прав на него. Все. Почему? Почему мы можем сделать это? потому что он пошел на крест и он закончил работу и он взял это на небеса. Поэтому, что бы вы ни связали, оно уже сделано там. Давайте посмотрим кое-что. Где Бог? Где Бог? Он везде. Но он на третьем небе. Вы здесь на небе. У нас есть второе небо, где власти тьмы. Потом третье небо, где Иисус восседает там. И враг всегда пытается остановить молитву, и мы связываем его, что ты не можешь это сделать. Ты остановлен во имя Иисуса. У тебя нет никаких прав на эту собственность. Я посвящаю эту собственность Иисусу. Аллилуйя. И вы помечаете территории. Я был язычник, тот, кто не верит. Жил для дьявола. И вот пришли люди в этот наркоманский притом. И провозгласили меня Божьей собственностью. И они разорвали контракт мой с дьяволом. И они разрушили. И тогда я смог прийти к Иисусу. И они молились о том, чтобы Дух Святой посетить. меня никто не может прийти к Богу, если Дух не привлечет. Поэтому мы призываем Дух Божьего на человека, они познали Иисуса. Дух прояснения, чтобы они могли увидеть, узреть Его на кресте. Аллилуйя. Лей на наркотиками и видишь Иисуса на кресте. И тут ты лежишь под наркотиками и тут видишь Иисуса на кресте. Кто-то призывает это в мою жизнь. Аллилуйя. Так это работает. Аминь. Так люди получают исцеление. Так люди получают освобождение. нам необходимы ходатайства. Ему необходимы люди, которые высвободят или проявят то, что Он уже свершил. Не сдающиеся. Когда ничего не происходит, когда они не двигаются, не останавливайтесь. верьте, что это произойдет. Занимайтесь своими делами, не переживайте. Продолжайте молиться, продолжайте благодарить Бога. Спасибо, что спасаешь их. Спасибо, что исцеляешь их. Спасибо, что высвобождаешь их и позволяешь им выйти. я все равно буду славить и поклоняться Тебе. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Поклонение и благодарность это очень-очень важные аспекты. Вы входите в Его врата с благодарностью. Вот почему мы живем имея Слово Божье. Человек живет не хлебом единым, но всяким Словом исходящим из уст Божьих. Поэтому Ходатай высвобождает то Слово, которое Бог через них говорит. И когда Он говорит это Слово, и у Вас есть это Слово от Господа, вообще не важно, что вокруг кто делает. Слово это Слово и оно произойдет, оно исполнится. Снова и снова и снова я вижу и видел это. Если Бог сказал, так и будет. Моя задача поклоняться Ему, молиться Ему и слышать, что Бог говорит. Аминь. Вот что нам необходимо делать. И Вы делаете это как церковь, как тело. Вы помогаете друг другу. Вы молитесь друг за друга. Вы строите друг друга. Вы испытываете это. О, один услышал. Да, давайте попробуем так сделать. Вы поддерживаете. Когда вы готовы от дать, кто приходит и разочаровались и готовы сдаться, приходит кто-то и говорит, вот Бог делает это и это, и это ободряет вас, не опускать руки, а двигаться дальше и совершается. Если работает для него и для меня сработает. С помазанием, когда я вижу помазание, о, это для меня, я возьму это. Я тоже этого хочу. Когда я вижу это, если я вижу это в комнате, я тоже этого хочу. И я просто ищу Бога, и я получаю это. Аллилуйя. Это ваше. Аминь. это все зависит от того, как много вы хотите. Вот в чем вопрос. Вы хотите настолько мало Бога, чтобы быть ничтожно малыми? Или вы хотите так много Бога, чтобы быть счастливыми? Вы плачете в течение ночи. вот что я осознал, что я готов проплакать всю ночь, я готов вопить всю ночь за чью-то жизнь, за чье-то спасение, за чье-то исцеление. Но с утра все равно радость придет. Радость придет с утра. Радость она утешит ваши души, наполнит ваши души. И это будет стоить всегда цену быть ходатаем. Помните? Но это стоит того. Через так многое нам еще предстоит пройти. Может быть в следующий раз. Аминь. Я оставляю вам вот какое заключение. как ходатай вы должны молиться. Псалм 91. 90-м псалмом. чтобы иметь как провозглашение над дьяволом, что тебе сюда вход запрещен. Вы делаете ограждения вокруг вашей семьи, вокруг вашего дома этим псалмом. И вы даете дьяволу знать, что это собственность Божья. Будь там вне где-нибудь. Держись подальше от моей семьи, от моего дома, от моей церкви. Вы провозглашаете это. Если вы просто напишете это на кусочке бумаги, это не работает. Вы провозглашаете это вашей молитвой, что тебе запрещено входить в мой дом. У тебя нет права в моей собственности. У тебя нет прав в моей семье. Я засвязываю тебя от моей семьи и от моей работы. Запрещаю тебе появляться. И вы провозглашаете это в молитве. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Было замечательно быть с вами. Аминь. Аминь.